Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня у нас третий ролик в цикле «Жареные колбасы». Ссылки на первые два ищите в описании. Итак, украинскую мы приготовили, баранью с луком тоже приготовили. Сегодня будет свиная с печенью. То есть, кроме непосредственно свинины, в колбасе будет еще и печенка. В отличие от мяса, которое может быть как жирным, так и нежирным, печенка всегда нежирная. А вкусная колбаса – это та, в которой процент жира не меньше тридцати. Если меньше, то возникает ощущение, что колбаса сухая совсем. Поэтому, в отличие от украинской жареной, в которой идет полужирное сырье, в сегодняшнюю колбасу идет довольно большой кусок жирной свиной грудинки. Вчера я эту грудинку отделил от шкурки, нарезал совсем некрупными кусочками, по сантиметру, может быть, чуть-чуть больше. А также взял свиное плечо, нарезал кусками покрупнее. Ну, сами видите. После чего сложил в дежурь миксера, добавил обычную поваренную соль и, как следует, вымешал в кухонном комбайне. По важности очень тщательного перемешивания я подробно говорил в ролике про украинскую жареную. Ссылочка в описании, напомню. Повторят сниму. Вымешанное сырье убрал в холодильник на сутки. И сегодня займусь завершением готовки. Печенку надо нарезать некрупными кусочками. Бланшировать минута три в кипятке, чеснок нарубить, растереть в ступке вместе с пряностями. Печенку положить к просоленному сырью, добавить сахар, пряности с чесноком. Чтобы легче было набивать, добавлю воды. Как следует перемешать до полного впитывания этой самой воды. И можно набивать свиную череву я замочил примерно час назад. Набивать буду при помощи своего китайского шприца с Алиэкспресса. Стали и не стал обвязывать. Честно говоря, лень. И так все равно съедим сразу чутку басу сегодня. Остается запечь в духовке. Версии нижней нагрев температуры 200. Минут 40-45. Конечно, все духовки пекут по-разному, но моей указанного времени хватит. Ну-ка-тка, колбаски. Смотрите, вот она печеночка. Здесь видна вот здесь тоже печенка, а здесь кусочек сала. Пахнет волшебно. Обожаю такую колбасу. Просто класс. Яркая, сочная, солоноватая. Прекрасно хранится в сыром виде, в замороженном. Да, она получается, когда ее потом запечешь, немножечко менее сочной, чем если свежеприготовленная сразу в духовку. Тоже отличная. Можно вот так вот запечь, сложить ее в более удобоваримую форму или прям в пакеты. Влить туда весь вытопывающийся жир и остудить в холодильнике и хранить в холодильнике. По ГОСТу она хранится не более пяти суток. В заморозке в таком виде пока не съедите. Хотя, конечно, в нашей семейке сколько ни приготовь, все равно до вечера ни кусочка не останется. Готовьте. Это классная колбаса. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока.